приветствую довольно интересные ножи в мастерской хочу показать двух словах ну как всегда отчет короче говоря давайте посмотрим первым делом вот нож типа это даже не копия ontario red это типа оригинальный нож стил клау слушайте многие многие блогеры я видел пишут про стил клау и хвалят слушайте нож говно просто говно то есть ну как бы во первых он вроде как облегчен вон там есть облегчение прям вот видно даже вот видно его он все равно капец тяжелый просто ну реально тяжелый почему ну потому что достаточно толстый клинок вот прям мясо много в нем толстые лайнеры нет это наверное хорошо потому что в крысе оригинальной лайнеры нахрен гнутся так что наверное толстый лайнер это хорошо но при всех нюансах своих оригинальная крыса да она ну как бы она гораздо лучше по механике здесь люфт дикий и клинок под своим весом ну не то чтобы прям падал я замок полностью отжал держу и вот вот так приходится это делать в общем ну механически полная хрень то есть он просто тупо ну как бы люфтит причем так от души он не затянут абсолютно да то есть здесь не было заказа делать что-то по механике я не трогал дальше еще интересней ну как бы все можно простить ножу и вес там и люфт кому-то вообще до лампочки этот люфт но но что основная функция должен резать крыса типа офигенно режущий нож они типа взяли как бы ну супер дизайн режущего ножа и как бы ну логично что он должен быть клёвый порезу хрена с два он будет клёвый порезу он сведен просто как как страйдер не сводят то есть такое чувство что люди думали что этим ножом человек будет бронесталь рубить просто ну я и не знаю как это еще сформулировать он сведен адский он сведен ну ну под 0.8 наверно это еще это вот здесь да как бы это здесь у нас где-то 0.8 здесь у нас добрый миллиметр просто как он есть зная что кончику здесь толще как бы почувствовав это руками я его зажал под углом чтобы как бы выровнять подводы и это у меня получилось да то есть как бы ширина подводов адекватная вот она как как бы то есть тут нет вот это ужаса с расширением подводов ну дальше это угол в 40 градусов на оригинальной крысе угол 40 градусов это миллиметровый подвод здесь добрых два с лишним миллиметра да все заточено в зеркало там ля-ля тополя как бы но я вообще без понятия сколько 8 нет извиняюсь 9 chrome 18 типа молибден фанадеева стил клав будет держать заточку не знаю потому что в заточке она показала себя ну такое то есть ничего какого-то супер по твердости адекватного по износа стойкости она не показала она как бы aus 8 крысы тоже конечно не о чемная сталь но вот это но не принципиально лучше хотя по составу типа лучше нет я думаю будет такое себе поэтому слушайте не скупитесь купите оригинальную крысу да и лучше с d2 какой-нибудь крысу или блин или какой-нибудь я не знаю ну или не крысу крыса не самый лучший нож по дизайну но вот такое лучше не покупать потому что это просто ужас это просто деньги на залом просто это складной лом который по факту все равно ломом не является ну в общем это был шок для меня я до этого думал ну я не шанс как вы относитесь к фирме стил клау знаете я к ней не отношусь да то есть ну грубо говоря я не знал про эту фирму может быть это один единственный экземпляр одна низкая модель все остальные на жестил клава офигенский супер пупер да может быть но конкретно вот экземпляр конкретно вот этой модели говно полная сорян теперь интересные ножи ну и одновременно дико да хочется еще отметить вот такой нож это золотоуст здесь как бы все хорошо как всегда для нас мишка или ты чё это мишка или волк начисто среднее между мишкой и волком если честно но общее впечатление от ножа приятная то есть вполне практичная вещь по офигенно удобная рукоять прям вот вообще ни слова не скажешь офигенно удобная как люди любят до боу и кому нравится хорошо сделаны боу и прилично хорошо обработаны детали ничего не сказать жутко паршивая дулька потому что ну как бы вот такая клычара здесь совершенно толстая толсто сведенный участок который еще был частично убран где где-то еще больше было на где-то миллиметра на два мяса было больше и там было бы вообще не пойми что вот такое как бы какая-то загогулина вот я чуть-чуть это дело сточил но буквально чуть-чуть вот но но по стали все хорошо это 40 х 13 и 100 извиняюсь х 13 и вы знаете она неплохая она сухенькая такая она износостойкая блин реально износостойкая и что мне понравилось в этом ноже именно что понравилось то что он реально достойно закален ну вот вот прям достойно но что не понравилось ножи а как всегда то что не нравится у наших производителей тоже самому у массовых скажем так сведение существенно сведите вы нож с толщиной клинка которая называется ни о чем тут чуть больше двух миллиметров но сведите вы его по-человечески зачем сводить его в миллиметр зачем есть угол 42 градуса здесь подвод шириной вот как на вот там то есть ну как бы зачем это делать зачем портить офигенно закаленную сталь ну зачем этот нож в итоге как бы должен был быть просто адским лазерным резаком который был бы удобен в рыбалке в охоте там шкуры бы снимал нет конечно это вот это но он бы разваливал спокойно лохика как бы без проблем сталь бы это спокойно тянуло хотя бы ну хотя бы две охотки он бы спокойно тянул да он не хватает там звезд с неба он не не порошок не супер вол там я не знаю что закалкой но он достойный нож они просто портят их вот таким конским сведением просто портят я не понимаю зачем они это делают при том что нож как бы ну реально очень острый сейчас и я думаю будет долго держать он реально очень острый то есть он действительно острый но но блин но зачем вот это вот делать я просто не понимаю это меня добивает просто то же самое вот здесь да как бы это кизляр но в кизляре кирске зряре с этим получше чем в златоусте и в арсме реально получше то есть гирза вот это вот она сведена ну ну реально адекватно тут всего 0706 07 поэтому здесь мы видим такой же ширины подвод вот реально такой же ширины подвод но уже на 30 почти градусов 32 градуса да это получше нож тоже очень острый там прикольно так делать почаще вот нож тоже очень острым там там шинкует вывертый там что хотите как бы это не проблема это проблема когда у тебя камера в руках и вот но но могло бы быть еще лучше если было сведено еще тоньше но надо сказать что есть моменты более аккуратно и этот нож в целом сделан на мой взгляд получше вот ну а самое интересное что безумно люблю когда в мастерскую приходят вот такие вот вещи вот реальный такой самопал прям самопал самое интересное то что чаще всего именно вот такие самопалы из рессоры это самые ну как сказать пользуемые интересные любимые что ли ножи и людям обычно вот больше всего душа лежит именно к чему-то такому и это блин это правда я даже по себе знаю он не толстый 3 миллиметра у него плохо смонтированная рукоять щелями я чуть-чуть маслицем намазал на всякий случай вот но но гринт прям вот скинер скинер и сведение прям ну нормальная не толстая конечно но нормальная я имею для самодела и более или менее равномерно вот нож естественно тоже острый тут уже бокс не с бумажки как бы и всем остальным просто скажу да что вот такие вещи тоже существуют тоже интересным образом точилась кстати сталька она такая капризная была но нормально такую сталь очень легко замылить на самом деле если в совсем совсем зеркало вывести поэтому там есть свои что называется приблудами методы вот это не мылит и уверенно спокойно бреет мне в принципе понравилось работать с этим ножом интересный и мне понравилось вот я отметил для себя то как он был сделан и идея дать человеку сделали непосредственно как бы вот под конкретную задачу это снимать шкуру вот так что интересно и вот такие ножи реально вот ну когда человек завода выпускает вот такое с толстенным сведением это паршиво когда человек ну на коленочке делал и так получилось это другое когда с двух миллиметров в миллиметр сводят это паршиво когда с трех миллиметров сводят там в 0.8 это терпимо когда ну как бы оригинальный нож перед глазами сделайте просто так же а делают абы как ну тоже плохо так что по сути многие в конце таки ой не понял о чем видео это видео о сведении товарищи выбирайте себе нож выбирайте нож с адекватным сведением будет а проще точить б будет лучше резать всегда нож с тонковатым сведением можно заточить на больше угол он все равно будет по и ну по увереннее да по универсальнее но никогда вы нож с толстенным сведением по-человечески не заставите резать это правда вот такая ну нет если вас если вы проводите в сканде то тогда да ну на этом в принципе все до следующих встреч интернет эфире напишите что вы считаете адекватным сведением какие ножи в основном у вас распределены по сведению там потому насколько они резаки не резаки и так далее вот это и прямо интересно давайте пособираем мнение до новых встреч интернет эфире пока